Производство сыров, потому что это основное наше производство, мы находимся на стирательном комбинате, производство сыров занимает около 40% нашего производства. Это экспортная позиция нашего комбината, это бренд, это марка нашего комбината. Комбинат запущен в 1981 году именно на производстве сыров. Если вы рассказываете про сыгуродку, то естественно от производства сыров получается очень большое количество сыров. Если мы перерабатываем в день 360 тонн молока, то отход сыворотки составляет 330-340 тонн. И сыворотку мы перерабатываем, мы ее очищаем, сепарируем эту сыворотку, очищаем от жира, от белого частиц и отправляем в сыворотку продуктов на переработку. Там мы используем мембранные технологии, там мы сгущаем сыворотку методом нанофильтрации до 18% сухих веществ, изначально 5% сухих веществ. Методом мембран мы сгущаем до 18% сухих веществ, отправляем в водимодобную установку и насушим. Этот процесс, вот интенсификация этого процесса, производство сухой сыворотки, позволяет, во-первых, повысить качество продуктов за счет обессаливания сывороток, удаления зольной части сывороток. В процессе минерализации, видимо, специалистов составляет где-то 40%. Это позволило нам улучшить качество, интенсифицировать процесс, то есть она лучше сушится, получается более высокие кодемиологические свойства. А что дальше? Процесс сыворотки используется очень широко, она не менее популярна, чем сыворотка. Если делаешь качественную сыворотку, она идет не только в кондитическую промышленность, она идет для производства сгущенных продуктов, она идет для производства кормовых продуктов. Мы почти всю сыворотку нашу мы с ним экспортируем. А выгодно с этим получить переработку, всякие энергозатраты? Если делаешь качественный продукт, то цена на него только поднимается. Если используешь новые методы обработки сыворотки, соответственно, снижается себестоимость за счет снижения энергозатратов.